Делегация «Газпромнефтшельф» во главе с генеральным директором Геннадием Любиным прибыла в регион также для участия в официальной церемонии открытия нового здания детского сада Усть-Кари. Напомню, объект был построен при существенной финансовой поддержке компании. Долгожданное событие состоялось в необычном формате по видеоконференц-связи. Рейс на северо-восток региона пришлось отменить из-за сильного ветра. Однако непогода не испортила праздника. Торжественное мероприятие состоялось. История долгожданного нового здания для детского сада Усть-Кари началась ещё в 2012 году с заключения контракта между Заполярным районом и подрядчиком «Промкомстрой». Работы на объекте должны были закончить ещё в 2014 году, но строительство затянулось на год. Затем была долгая передача учреждения в собственность округа. И вот свершилось. С 1 сентября 2016 года дети пришли уже в новое здание. Работает, функционировал детский сад с 1 сентября уже в полном объёме. Они перешли со старых зданий. Изначально были моменты определённого порядка, потому что всё-таки здание стояло. Оно же ведь вот в 2014 году, где-то 2015 год, вот и 2016 уже тут у нас вышло. Оно стояло, поэтому система подачи воды, тут проблемки были и определённого технического плана. Но сейчас всё стабилизировалось, оно нормализовалось. В течение осени всё привели в порядок. Всё там, какие-то все недочёты, недоделки устранили в осенний период времени. И сейчас, слава Богу, функционирует всё. Любой новый объект на территории округа должен в начале пройти тестовый период. А уже потом можно объявлять официальное открытие, убеждён глава региона Игорь Кошин. Новое здание в Усть-Каре проверено пятью месяцами эксплуатации. Заочную экскурсию провела заведующая детсадом Прасковья Лавыгина. Здание у нас просторное, светлое, двухэтажное, с помещениями групповыми, музыкальным и физкультурным залами, пищеблоком с оборудованием, медицинский блок с процедурным кабинетом и палатой, кабинетом познавательного развития, зимний сад, прогулочная веранда утеплённая, и игровой участок с теневыми навесами. В общем, для развития детей у нас сейчас есть всё, о чём можно было бы пожелать. На строительство здания детского сада было направлено 211 миллионов 300 тысяч рублей. Финансирование велось из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и муниципального. Львиную долю расходов взяла на себя компания «Газпромнефть-шельф» – порядка 150 миллионов рублей. «Газпромнефть» традиционно принимает активное участие в развитии социальной сферы регионов своего присутствия. Но особенно приятно, что это не что-нибудь сегодня, а это объект детский садик, который, насколько мы и я знаю, он долгожданен, его хотели, и вот в результате получился объект красочный, яркий объект, комфортный. Это действительно серьёзная сумма для нашего округа, и надо сказать огромное спасибо, благодарность компании «Газпромнефть-шельф», генеральному директору Геннадию Петровичу. Хотя компания недавно работает на территории округа, вам так сказать, на прилегающей водной части к округу, но компания уже зарекомендовала себя как надёжный социальный партнёр. Я думаю, что, Иван Петрович, вы возьмёте шество над этим садиком. Учитывая, что у них в этом году они празднуют такой небольшой юбилей, 60 лет будет в садику, и очень отрадно, что этот юбилей будет проходить уже в новом здании. Глава региона, в свою очередь, поздравил всех жителей Усть-Кары с официальным открытием нового здания детского сада. Сегодня главная виновница торжества Просковья Николаевна, уважаемая, я вас тоже поздравляю с официальным открытием детского сада, Евгения Юминалина. Позвольте вас поблагодарить за то взаимодействие, которое вы организовали на территории поселения и с подрядчиком, и с заказчиком, и со всеми структурами, которые принимали самое непосредственное участие. Это лишний пример того, что только совместная конструктивная работа позволяет даже в таких отдалённых населённых пунктах с сложнейшей логистикой строить подобные объекты очень высокого уровня. Напомню, сегодня в новое двухэтажное здание детского сада в Усть-Каре ходят 40 детей. От всей души спасибо! Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал Север.